Да. Добрый вечер. Мы, как всегда, с молитвой сердца продолжаем изучение пророков. Напоминаю, что мы находимся в книге Шмуэль Алиф, который рассказывает о становлении царства в первом царе и о его отвержении пророком Шмуэлем, который его сам же помазал на царство, можно сказать, даже точнее, не пророком, а Всевышним, который говорит Шмуэлю, что Шмуэль будет отвергнут. Напоминаю, за то, что он не исполнил повеление истребить Амалика. И поставлен на царство другой царь, Давид, пока тайна. Мы говорили о разнице между ними, между этими людьми, между Давидом и Шаулем. Напомню, что задача Шауля была слушаться слова пророка. Давид, человек сам по себе несколько иной, он воспринимает божественную волю просто, как бы, естественно, всем сердцем. Так он вырос, и свойством таким души он обладает. Есть много, скажем, комментариев Медрашин, которые не знают, помогут ли нам или нет. Но мы можем вспомнить с вами, что Медрашаба говорит о том, что Адам умер в 930 лет. И 70 лет, которые ему оставались до 1000 лет, которые были, в общем-то, обещаны Всевышним, потому что сказано, что тот же день, когда поешь от плода, ты умрешь в этот день. И имеется в виду День Всевышнего, который длится 1000 лет. Адам, как бы, не получил максимальное свое такое снисхождение до 1000 лет и умер в 930 лет. Медраш говорит о том, что он оставил в свои годы. 70 лет он оставил Давиду. Мы можем представить себе самое главное, что здесь указывается связь души или характера. Связь души нам трудно сказать. Говорить о, скажем, такой сложной теме, как гилгульный фашот, переселение душ, мне кажется, в общем-то, бесполезно, потому что это область, которую мы не знаем. Только в том случае, если мы с вами как-то пытаемся представить связь между людьми и их проблемами, проблемами, которые они решают, похожими проблемами, как один справляется с ней, как другой справляется с ней, как один дополняет другого. В этом плане можно говорить о так называемом перемещении души или возвращении души в этот мир второй раз для того, чтобы исправить те недостатки, которые она, исправить те ошибки, которые она допустила в первый раз. И еще раз я бы не хотел углубляться в эту тему. Она совершенно не обязательно. И поднимать ее в мистическом плане, вот чья душа, с чьей связано, почти бесполезно. Только для того, чтобы увидеть общий характер людей. И действительно, здесь мы можем представить себе, что Адам, его проблема, как, кстати говоря, царь Давиде описывает, в 139-м псалме, она была в том, что он хотел спрятаться от Всевышнего, потому что, находясь в божественном присутствии, как бы в постоянном божественном присутствии, ему было тяжело, он терял свое собственное «я», он не понимал, если повсюду Всевышний, то где же «я»? И он говорит в 139-м псалме, как бы Давид передает слова или размышления первого человека, и Адам говорит. «Вот ты знаешь мысли мои, знаешь все мысли мои, ты меня как бы и сзади, и спереди сформировал, как ощущает Адам, и мое прошлое, и мое будущее, ты сформировал все, говорит Адам, и понесусь ли я быстрее утренней зари, и вот твоя левая рука, правая рука ведет меня, а левая меня сдерживает, то есть я хочу лететь быстрее света, а ты все равно передо мной, говорит Адам, опущусь ли я в преисподнем, постелю ли себе в преисподнем, и вот Лайла Орби Адейни, и я чувствую, что ночь, она становится светом для меня, то есть я хочу скрыться в темноте, но и там в темноте ты тоже так же, как на свету, ты видишь меня, все так, и Адам не говорит, что ему тяжело со Всевышним, но мы из этого псалма, мы ощущаем, что проблема первого человека, он не может найти себя, когда есть постоянное божественное присутствие, раскрывается повсюду, и мы видим, что Адам хочет построить новый мир, там, где иной, несколький мир, там, где он может спрятаться, и поскольку мир создан таким образом изначально, то есть, что желание человека, оно определяет мир, его структуры, то, скажем, количество света, которое есть в мире, божественное присутствие в мире, то мы видим, что Адам взял, да, съел запрещенный плод, почему, как можно говорить, но мы видим, какой результат, когда он взял плод, он прячется, прячется за деревьями сада, да, он бы не пришло, не пришло в голову до греха прятаться, так что повсюду Всевышнего, а тут он хотел, и он добился этого, что Всевышний не повсюду, он может спрятаться от него, и вот он пользовался первозданным светом, изначально Адам, да, а потом мы видим, что говорится, что он воспринимает Всевышнего, как идущего в духе дня, прогуливающегося по саду в духе дня, мудрецы говорят, Ираши нам говорит, что дух дня – это движение солнца, рухаем, как бы дух дня, ветер дня – это движение солнца, то есть он Всевышнего воспринимает через свет, но какой свет? Уже через солнечный свет, не повсюду, а там, где светло, то есть этот мир, который Адам сам создал сам, и мы понимаем, что Давид в этом плане, он полная противоположность совершенно Адаму, как он и сам завершает в 139-й псалом, и говорит, что его не тяготит божественное присутствие, он, наоборот, ищет его, он повсюду тянется ко Всевышнему, и если природа, материя создана так, чтобы скрывать Всевышнего, для Давида она становится раскрытием божественного присутствия, или, по крайней мере, через нее он ощущает божественное присутствие. Другой человек, который исправляет тот недостаток, который был у Адама. Адам хотел скрыться от Всевышнего, Давид готов искать раскрытие Всевышнего повсюду, и мы это чувствуем в его псалмах. Он говорит, «Моя душа жаждет Бога Живого». Я как лань к ручью стремиться, так и я стремлюсь к Богу Живому. Это желание быть все время со Всевышним, противоположное тому желанию, которое было у Адама. И вот мы можем представить себе этого редкого, удивительного человека. Мы можем представить себе, почему он стал царем, и почему его потомки становятся царем, почему с ним, как бы с возвращением Давида, или, скажем, Бен Давида, сына Давида, связывается исправление мира. Потому что исправление мира – это ощущение Всевышнего близости ко Всевышнему, это самое главное, это то, что меняет мир, и то, что меняет человека, и убирает из мира само по себе зло и злодейство. Это Давида. Но человек, он для всех странный, непонятный. С одной стороны, он притягивает этим ощущением, что Бог с ним, как мы помним, как Дорик сказал Шаулю. С другой стороны, он постоянно настораживает и настораживает других людей, и отталкивает, потому что это божественное присутствие, это желание и умение идти по всему, по всему со Всевышним, и ощущать божественное присутствие, оно остается странным, и остается не совсем понятным. Это еще немножко о Давиде. Теперь давайте попробуем открыть с вами текст. Мне придется опять сначала открывать сам текст, а потом уже открывать демонстрацию. И мы с вами находимся в 17-й главе. Вот я ее поставил. Теперь я открываю демонстрацию, демонстрацию экрана. И надеюсь, что вы видите. Видите, да? Вот что-то я... Да, вот так вот. Вот так видно текст, да? Есть? Мы видим текстовыми. Ты посмотришь... У меня в какой-то ужасной резолюции. Не бойся. У меня только... Каким макаром ты это делал? А, ну сейчас вроде да. Да, сейчас лучше, да. Нет, просто заняло время, пока... Окей, хорошо. Все, да? Мы уже можем пробираться дальше. Технически сейчас не каждый может настроить увеличение у себя. Посмотрите, у вас наверху есть View Options, или там по-русски написано параметры просмотра, что-то типа этого. Там стрелка вниз, и можно сделать увеличение, которое вам подходит. Окей, я тоже могу нажать увеличение для всех, но я не знаю, нужно ли это. Пробираемся дальше, да? Окей. Мы с вами в 17 главе, и 17 глава говорит нам, мы собрали плещим лагеря свои для войны, и собрались в городе Соха, который в наделе Иуды, и стали лагерем между Соха и Азека, в Эфис-Дамин. Мы представляем себе Соха и Азека на гребне, на гряде гор, которые, это два города, расположенные на гряде гор, которые смотрят в сторону низменности, приморской низменности, и там города, которые призваны защитить вход в долину Айла. Долина Айла находится между двумя грядами гор, и на одной из них стоят города, города, построенные уже давно с надьями Израиля, это Соха и Азека, и они нависают над входом в долину Айла. Я сейчас попробую открыть. Мне кажется, что он нам даст. Здесь просто для общего впечатления мы можем себе представить Тель-Соха, то, что называется Тель-Соха-Холм, как и Курган-Соха, под этим городом, под этим Курганом находится древний город Соха, крепость. Радеев, а мы видим сексовых, что-то хотели показать, нет? Да, он мне дал, да. Ну, давайте, давайте. Я даже не совсем понимаю, как тут мы с вами будем. Ну, попробуем. Попробуем. Так видно? Да, так видно. Картинку видно, да? Не-не-не-не, это не видно. Послушай, ты воспользовался опцией открыть специфическое окно. Поэтому, если ты будешь переходить в другое окно, то он не будет нам показывать. Ты должен сделать топ-шер и снова. Он мне не дает. Совместное использование экрана... Надо совместное... Зачем тебе совместное использование? Ни с кем совместно не используешь. Ты используешь один. Хорошо. Значит, я нажимаю на демонстрацию экрана. Вот я так... Нажимаешь на демонстрацию экрана. У тебя есть две опции. Если ты нажимаешь на одно из окон раскрытых, то ты можешь демонстрировать только это окно. А если ты просто нажимаешь на окей, тогда он тебе дает возможность путешествовать по твоему компьютеру. Мы видим все твои ходы, пути. Такая идея. С удовольствием. Сейчас мы видим папку с картинками, с вордовскими файлами. Пав, вот так мы видим картинку. Ну, сейчас, поедем, что-то раскроется. Так есть картинка? Нет? Пока нет. Я думаю, какая-то проблема с интернетом у тебя. Потому что очень долго раскрывается все. Интересно. Я всегда помню, что говорить гораздо легче, чем слушать. И так что вам спасибо за внимание на полном серьезе. И жду следующих встреч с вами. Спасибо большое. Спасибо, Равзиев. И вам силы... Спасибо большое. И терпения тоже побольше. Потому что иногда мы что-то, может, не до конца понимаем. Вот. И переспрашиваем. Что-то выясняем. Чем-то... Я, по-моему, никак, по крайней мере, сегодня никак свое нетерпение не проявил. Нет, я вообще говорю, Равзиев. Вообще, конечно. Я уже, так сказать, за 20 лет уже говорю, понимаете? Хорошо. Хевры, у меня небольшое объявление. Первое сегодня для тех, кто занимается ивритом. Тексты Тора и молитв 20-30. Да, будет занятие очередное. И второе, напоминаю всем, завтра должна состояться конференция по вопросам катастроф, в которой Равзиев тоже участвует. Везде, везде, везде были объявления. Те, кто еще не зарегистрируетесь, регистрируйтесь. Завтра в 8 часов. Все. Все, всем счастливо и пока. Есть вопросы, пишите мне. Латран, большое спасибо.